В этот день 10 сентября родились Александр Кутаев, русский генерал, герой сражения при Бородино, там и погибший. Путешественники географ Владимир Арсеньев, внесший большой вклад в изучение приморской флоры и фауны. 10 сентября 1693 года государем Петром I был заложен один из первых кораблей, 24-пушечный Святой Павел. 10 сентября 1855 года французские и британские войска вступили в Севастополь. Это был финал многомесячной осады города-героев Крымскую войну. 10 сентября 1721 года между двумя державами России и Швеции был подписан Нештадский договор, завершивший многолетнюю Северную войну. Петр находился на лисием носу в своем загородном доме-дубках, так прозванному по дубовой рощице, посаженной самим Петром. Здесь он встретил капрала гвардии Абресского, скакавшего к нему из Нештата с радостной вестью о заключении мира. Царь, не подозревая содержания пакета, распечатывает и читает письмо Астермана, который извещает о заключении мира. Так попыталась восстановить этот день дореволюционная писательница Софья Чистякова, день, когда государь Петр Великий получил известие об окончании тяжелой войны со Швецией. Эта битва затянулась на 21 год, время жизни целого поколения. Полтавская баталия, столице русского флота и новой столицы. Вот через какие события прошла Россия за эти годы. Русская армия била шведскую, одну из лучших в Европе. Но одних этих побед было мало для того, чтобы успешно окончить одну из самых длинных войн в нашей истории. Нужна была еще победа дипломатов. В 1718 году, за три года до того, Россия уже открыла переговоры со шведской стороной. Они шли тяжело, тянулись многие месяцы. Карл XII, король шведский, очень не хотел идти на главные условия Петра Великого – отдать России Прибалтику. Хотя Петр предлагал даже деньги, чтобы оформить эту передачу как покупку. Андрей Эстерман, гостфалец на русской службе, известный и искусственный дипломат, дал очень точную характеристику ситуации. Король шведский – человек, по-видимому, в несовершенном разуме. Ему лишь бы с кем-нибудь драться. И далее он отметил. Ничто так не принудит шведскую к миру, как к разорению, которое причинило бы русское войско около Спотгольма. Король шведский, судя по его отваге, должен быть скоро убит. Все произошло в точности, как и предсказывал Эстерман. Прежде чем переговоры о мире окончились, в одном из боев Карл шведский был сражен пулей. И теперь нужно было договариваться с новым королем Фредериком Первым. Теперь, чтобы ускорить работу дипломатов, Петр Великий с одной стороны нанес удар по флоту неприятеля Пригрингами, захватив целых четыре фрегата. С другой стороны по шведскому берегу был устроен рейд пятитысячным корпусом генерала Ласси. И эта демонстрация прошла блестяще. Войска Ласси взяли несколько городов, и везде, где бы ни проходили русские солдаты, они захватывали огромное количество богатств и пленных. Эти меры, конечно, помогли ускорить переговоры. И как бы шведы не просили о перемирии, русский царь не желал давать им и дня на передышку, он желал заключения только лишь прочного мира. Последняя хитрость, на которую пошел государь, состояла в том, чтобы пригласить в Петербург Карла Фриврика, герцога Голштинского. Дело в том, что этот молодой человек был одним из претендентов на шведский трон. Как только в Стокгольме узнали об этом визите, они запаниковали. Кто знает, может русский готовит спецоперацию по смене короля. Все эти шаги сильно ускорили ход переговоров. И вот в сентябре 1721 года в Россию пришли новости о подписании двумя державами мира. Это были 24 статьи договора, которые наконец-то передавали России древние ее земли на берегу Балтики. А также Стляндию, часть Лифляндии с Ригой, расчувствовавшийся Петр Великий, сделал воззвание. Из зело желаю, чтобы наш весь народ прямо узнал, что Господь, прошедшую войною и заключением мира, нам сделал. Надлежит Бога всей крепостью благодарить. Надлежит трудиться о пользе и прибытке общим, который нам Бог кладет перед очами. Долгожданный мир наконец-то ввел Россию в число великих держав Европы. А Сенат преподнес монарху новый титул императора Всероссийского. Вся держава отмечала эти события многомесячными торжествами. К слову, и герцог Голштинский вынужден был изображать радостью. Хотя он прекрасно понимал, что на этом с мечтами о шведской короне можно покончить. Российский император теперь будет занят другими заботами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин